Всем привет, с вами Веня Паку на канале LinguaTripTV. И вы, я думаю, знаете, что лето уже приближается. И это отличная возможность вывести ваш английский язык на новый, абсолютно неузнаваемый уровень. Это целых три месяца, которые вы можете посвятить английскому языку и неожиданно проснуться в сентябре осенью и просто сойти с ума от того, какой безумный прогресс вы сделали. Поэтому, если это чувство звучит вам для вас привлекательно, продолжайте смотреть. Итак, я составил для вас небольшой план тренировок вашего английского языка на все лето. Это все сейчас дело будет на экране, поэтому не переживайте. И мы с вами начинаем в июне. Здесь я разбил это на первая неделя и третья неделя, одинаковые, и вторая неделя, и четвертая неделя тоже одинаковые. Итак, первая и третья неделя, что вы делаете? Какой у вас распорядок? В понедельник вы учите грамматику. Одна тема, один аспект, не пытайтесь слишком много делать, не надо учить все сразу. Одна вещь, одна тема. Этого хватит. Изучаете тему, потом вы поделаете всякие упражнения, тестики, знаете, как по стандарту. Допустим, в наших курсах, как Elementary до Intermediate, так и в Intermediate до Advanced, вы изучаете тему. Вы проходите тесты, делаете задания, и потом мы еще вам даем задания, чтобы дать вам как можно больше возможностей попрактиковаться и глубже изучить тему. Я чихнул, и я как будто оказался в другой вселенной. Ох, шатя, аллергия. Во вторник вы учите новые слова. Слишком много не надо. Я думаю, пять слов это прям достаточно. Это могут быть слова, это могут быть фразы, это могут быть фразовые глаголы, это могут быть идиомы. Пять лексических единиц больше не стоит. И где их искать? Вы можете находить видео на YouTube, вы можете находить какие-то статьи в интернете, списки слов, да? Или, например, так как все лето вы будете читать и слушать или смотреть что-то каждый день, да, слушать подкасты, аудиокниги или смотреть сериалы, фильмы, видео на YouTube, вы это будете делать каждый день. И оттуда вы можете тоже находить ваши слова и фразы и прорабатывать их, изучать их в те дни, когда у вас vocabulary стоит. Хороший способ это делать, это вы работаете не только с этим словом индивидуально, а с целым предложением, в котором вы это слово нашли. Это всегда помогает создать намного больше ассоциаций для вас в голове, плюс сразу понять, каким образом это слово может использоваться и в каком контексте. В среду у вас спикинг практикс, если у вас есть бари или друг с кем вы можете это делать, делайте, если у вас никого нет, делайте это один, сам собой, записывайте себя, делайте все, что вам нужно. У нас, допустим, есть спикинг клаб, где вы можете присоединяться когда угодно, мы вам даем целый список разных мероприятий, которые у нас проходят, и вы выбираете, куда вы подключаетесь, и вы можете общаться там. По той же самой причине, на нашем курсе, мы вам даем спикинг партий партнеровский, вы можете этот курс проходить и выполнять задания вместе. В четверг снова вы проходите грамматику, опять-таки, одна тема, только одна тема. И если вы, допустим, не до конца разобрались с темой, которую вы изучали в понедельник, вы можете вернуться к ней в четверг. В пятницу вы снова делаете вокабулярии по той же самой системе. В субботу у вас speaking practice, и в воскресенье writing practice. Я об этом говорил уже много раз. Один из самых лучших, наверное, способов делать writing practice, это free writing, свободное письмо. Вы ставите таймер себе на телефоне на 5 минут, может быть, 7 минут, 10, может быть, для многих людей слишком много, особенно если вы только начинаете, начните с 5. И вы просто садитесь и пишите все, что приходит в полную. Это как freestyle writing, про ваш день, что вы чувствуете, да, как дневник, про какие-то ситуации, какие-то истории, что угодно. Это помогает вам тренировать вот ту же самую мышцу, которая отвечает за формирование мыслей в голове, когда вы говорите. Но это более безопасная и стресс-фри симуляция, потому что здесь нету никакого давления и никаких нервов, связанных с тем, что вам нужно говорить с кем-то. Так у вас выглядит первая и третья неделя в июне, и не забывайте, что listening and reading вы делаете каждый день. Вторая и четвертая недели у нас в таких небольших clusters, да, в таких наборах. Понедельник, среда, пятница. Я прям на работе. Понедельник, среда, пятница вы учите vocabulary. Все по той же системе. Во вторник, четверг, субботу вы делаете speaking и writing. Это может быть speaking или writing, как вы хотите выбрать. Это может быть speaking и writing. Оба. Тут уже выбирать вам, сами ориентируйтесь, смотрите, какая у вас занятость, сколько у вас есть времени. И в воскресенье вы делаете grammar. И вот такой у вас июнь. Есть хорошее слово в английском языке, это слово accountability. Accountability я не знаю, как перевести точно на русский язык. Это знаете, как отчетность. Да, вы отчитываетесь кому-то, но в данном случае вы отчитываетесь самому себе. И для повышенной accountability в вашем английском языке мы приготовили для вас бесплатный чек-лист 100 дней на английском. Каждый день мы даем вам новую идею для языковой практики. Это 100 маленьких шагов, чтобы превратить изучение языка из рутины или какой-то учебной деятельности в приятную привычку. И мы переключаемся с вами на июль. Первая и третья неделя. Июля. В понедельник вы делаете writing по той же самой системе free writing. Можете ничего не менять здесь. Во вторник vocabulary. В среду вы берете этот vocabulary, который вы выучили, и практикуете speaking. В четверг у вас grammar, и обратите внимание, в пятницу у вас rest. Тут уже можно начинать отдыхать и целый день не делать ничего. Здесь уже можно. У вас был такой насыщенный и забитый июнь, мы потихоньку начинаем вставлять дни отдыха, потому что это тоже очень важно и продуктивно. В субботу весь vocabulary и весь grammar, что вы выучили за эту неделю, вы практикуете в speaking. И в воскресенье все, что вы выучили, за эту неделю вы практикуете в writing. И так у вас проходит первая и третья неделя в июле. Вторая и четвертая неделя у вас performance недели, где вы делаете только performance tasks, только активная практика. И это writing и speaking чередуются каждый день, всю вторую и четвертую неделю. И не забывайте, что каждый день вы делаете listening и reading. Ну и теперь мы переходим на август, или это постепенно подходит к концу. Первую и третью неделю вы начинаете в понедельник с отдыха. Да, отдых, чтобы перезарядиться. Чуть позже вы узнаете почему. Во вторник у вас vocabulary, все по той же самой системе. В среду speaking, опять, все то же самое. В четверг grammar, в пятницу vocabulary. В субботу этот grammar и vocabulary, что вы выучили во вторник. В четверг и пятницу вы практикуете в вашем writing. И в воскресенье у вас отдых. Вторая и четвертая недели в августе у вас, смотрите, вот так вот. В понедельник, в среду writing. Все по той же самой системе. Во вторник, в четверг speaking. В пятницу rest. И в субботу и воскресенье writing. Опять-таки performance недели просто с добавленным днем отдыха. Ну вот и все, дорогие друзья. Вот такое лето. И такая вот система программы тренировок для вас, чтобы улучшить ваш английский язык. Я понимаю, что у всех есть жизни, у всех есть свои проблемы, свои дела. И всякое может случиться. Если вам вдруг нужно пропустить день или пропустить пару дней, ничего страшного. Это окей. Просто как при следующей возможности возвращайтесь обратно на план. Не позволяйте одному или двум дням незапланированных каких-то вещей полностью сбить вас с курса. Ну и вот и все, дорогие друзья. Вот такое вас ждет лето. Я надеюсь, что мы с вами в сентябре сконнектимся, спишемся и пообщаемся. И вы мне расскажете, как ваше лето прошло. Это довольно-таки хороший план тренировок. И я надеюсь, что вы его попробуете. Удачи! С вами был Веня Паку на канале Нигвы Треб ТиВ. И как всегда, не забывайте подписываться на канал, если вам понравилось это видео. Вы хотите еще контента. Все лето я буду выпускать здесь видео тоже, поэтому не переживайте. Удачи! И увидимся в следующий раз. До свидания!